так 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 ну короче недавно сыграл вот это в мп ваша вонючая ванная по было классно не в марокко это шума и дилленда они как бы посидят а это твои девой я все качаться будут но и заметил что люди вообще не понимают на кучер нужны крепости в этой катке и всегда их ставят или смешно или вообще ставит или вообще не ставят поэтому в принципе такое решение ну я не думаю что механику крепостей очень быстро поменяют потому что там немного обострался с гайдом на сослове потому что механику вообще совсем поменяли ну и в принципе крепости это вечно вот у меня есть мп сейф я насколько понимаю это star ladder тут вроде не нубасики играли ну как тут есть нубасик ну в целом с крепостями есть несколько штук первое это крепости на нулях то есть вот у нас есть швейцария и допустим но крепости вы очевидно оставите да допустим тут несколько ошибок во первых крепость на нулях когда есть альтернатива лучше то есть но объективно но это плохая крепость видите то есть она на нулях потому что есть та же самая крепость справа которая просто сделать лучше ну вот и все то есть тут действительности есть иногда ситуация когда у нас есть выбор где перестраивать крепости допустим это стандартная ситуация у тимурида у него вначале есть крепость кандагаре ну то есть она у афганистана но суть в том что она у тимурида и блин это просто крепость на нулях которая дальше дает пул за сиджи тимурида и но и всегда нужно перестраивать вот вторая вещь это очевидно нужны ли вам эти крепости вот в принципе в этой лиге пример отвратительного менеджмента крепости это россия смотрите нас есть три крепости и вот еще крепость сейчас давайте я объясню почему это отвратительно потому что есть зоны контроля крепости работают так что они вам не дают из одной серой зоны то есть у нас есть вот эта серая зона попасть в другую вот эту но смотрите тут зоны контроля не застаканы то есть да прикольно тут крепость какие-то ебучие но суть в том что мы допустим можем попасть из рутении то есть из киева можем попасть в просто вот сюда в мая вот но просто пройтись полмира пройти кайфануть а потому что тут плохо поставлены крепости как это исправить в этой ситуации ну снести вот эти две крепости нахер и построить вот здесь крепость то есть они разделят хотя бы ну на две части ну и во вторых очевидно эти крепости очень просто взять если мы вокруг просто поставим ударки поэтому это тоже плохой менеджмент крепостей да допустим тут с украиной война ну или с пруссией и вот тут такое количество крепостей оправдано ну то есть объективно всегда намного лучше больше крепостей чем меньше но вот допустим вот эта крепость она абсолютно бесполезная потому что человек как бы он заходит вот сюда смотрите я объясню вот пруссия атакует она заходится туда эту провинцию то есть потому что она имеет не доступ и просто засиджет эту крепость и вот эта крепость по факту просто чуть-чуть растягивает время но ее могут просто не брать то есть объективно в этом вообще нет никакого смысла и вот наоборот лучше было бы вот тут где-то крепость построить вместо вот этой то есть тоже самое но она не дает взяв вот эту крепость то есть смотрите вот как произойдет война а вот эту крепость берут через нее можно ходить то есть зона контроля не работает а ее берут и засидживают вот все что справа то есть можно единичками карпит сиджить то есть ну объективно тут есть крепости которые не нужны которые плохо работают плохую зону контроля составляют вот пример хорошего менеджмента крепости если можно так сказать это израиль потому что тут всего три крепости все они в золоте пять содержания то есть тут восемьдесят шесть тут пять ну и в целом поскольку тут союз туркам с хиндустаном то есть но в принципе граница только с мали и туркам тут в принципе ну нечего бояться в любом случае ну да мали конечно может напасть но любом случае я так понимаю тут задиплена то есть нет смысла держать крепости это еще такой супер дефолтная ситуация между францией и испании когда они держат крепость в бордо наваро лаборд нарбон то есть они держат их по факту тратят одну монету ну или 05 а то же самое ты просто крепость носишь и ты по факту получаешь эти же 200 монет через 16 лет ну главное союз держать если союза нет конечно это тупость без крепостей сидеть но так если есть союз то объективно большую часть крепости можно снести допустим тут у нас я насколько понимаю союз большей до союз больше сейчас покажу союз с польши но он порвался потому что я месяц прокрутил и ну вот все вот эти крепости они просто нахер не нужны то есть потому что они ничего не блочат да в теорию ну возможно как это война с мали но если война с мали то честно говоря крепостей тут со стороны мали нету ну короче вот это все можно снести нахер то есть это все бесполезные крепости и вместо них лучше построить те же мануфактуры ну вот просто не содержать их тут странность 34 монеты на содержание ну еще важный момент это возможность убить реинфорции в этой крепости то есть есть в игре такие крепости которые по факту ну реально очень 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 сильные это крепость в джурбе то есть тут ошибка ну джурфа джурфе строишь и нападает урок и он может пройти в джурфу только через сирт и то есть чтобы осадить эту крепость чтобы продавить это направление ему в любом случае нужно будет драться в джурфе джурфе а если он дерется в джурфе то польша имеет всегда возможность убить реинфорции в сирте даже на нулях то есть по факту сделать две битвы и джурф всегда выигрывать и но при очень-очень-очень ну тут миллион полтора миллиона мп вот эту крепость не взять просто за счет того что а битв больше соответственно точнее регена рекрутов больше чем битв ну вот и все вот это мех спасибо только что набили давайте я вам помогу